И сейчас Вадим Романов, главный тренер молодежной команды «Спартак». Вадим Юрьевич, с победой. Расскажите, как готовились к этой игре, за счет чего «Спартак» сегодня готов был выигрывать и выиграл? Ну, такой отрезок непростой. Три игры на неделю с переездами, с жаркой погодой, поэтому было важно именно функционально подвести. Мы сделали ротацию в течение трех игр, задействовали максимальное количество игроков, для того, чтобы в третьем матче с Егорьевским максимально свежий был состав. И мы видим, что получилось, мы смотрели GPS по игре, мы довольны состоянием футболистов. Опять уже, который матч у «Спартака» не очень ладится с реализацией, хотя забили сегодня три, но, собственно, могли же забить гораздо больше. Да, это у нас сейчас основная проблема, что в каждой игре мы имеем по 10 моментов, причем таких стопроцентных моментов. Их, к сожалению, не можем реализовать. Но знаем проблему, будем ее решать. Вы можете выделить кого-то конкретно в сегодняшнем матче у своей команды и, может быть, у соперника? Да, я могу выделить конкретно сегодня молодежную команду футбольного клуба «Спартак Москва». У соперника, у них есть свой тренерский штаб, они разберутся сами. Ну, понятно, сегодня у Фадеева не было вообще никакой работы, можно сказать. Может быть, какие-то дополнительные нагрузки будет, может, мячики с сеткой потаскать? Ну, у него есть тренер по работе с вратарями, он разберется. Но у вратаря всегда есть работа, это руководить обороной, руководить всеми игроками на поле. Он должен всегда быть в тонусе, всегда должен быть сконцентрирован. Поэтому я не скажу, там были 2-3 момента, когда он должен был играть достаточно ответственно, что он и сделал. Спасибо большое, Вадим Романов, главный тренер молодежной команды «Спартак Москва». Я еще раз благодарю всех моих коллег за работу, здоровье Андрея Ишутину. Комментирую для вас матч Алексей Золин. Увидимся на стадионе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok